Строительство школ, детских садов, открытие фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт дорог и учреждений культуры – и это только часть всех задумок, реализуемых в регионе в рамках национальных проектов. Всего в прошлом году в Тверской области реализовано 48 региональных проектов, входящих в состав 12 нацпроектов. Итоги их исполнения подвели на заседание регионального правительства. Подробности у Натальи Чекет. По нацпроектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура» построены детские сады в Твери и Вышнем Волочке. Открыт 21 фельдшерско-акушерский пункт и 7 врачебных амбулаторий. В школах создано 90 центров «Точка роста». Оснащены спортзалы, проведен ремонт домов культуры, школ искусств в районах и округах области. По нацпроекту «Туризм» и «Индустрия гостеприимства» продолжается создание речного порта и инфраструктуры в Усть-Ишоже в Конаковском районе. По проекту «Жилье и городская среда» благоустроено 94 объекта комфортной городской среды. Если говорить о проектах таких, как безопасные качественные дороги, проекты по образованию, по городской среде, то все реализовано достаточно на высоком уровне. И этот опыт, который мы получили в текущем году, будем масштабировать, расширять в 2023. В планах на текущий год строительство новых учреждений образования, здравоохранения, ряда спортивных объектов. В том числе это новые школы в Твери, Максатихе и Конаковском районе. Продолжатся работы по реконструкции водозаборов «Ржев-1» и «Ржев-2». Планируется отремонтировать более 400 километров автодорог. Понимание того, как Тверская область встраивается в достижение значимых результатов национальных проектов, это момент очень важный. Поэтому особый подход даже к информированию населения. Мы говорим о патриотизме. Патриотизм – это когда мы гордимся собственной территорией. Мы знаем ее достижения, мы знаем ее успехи. Как мы это можем сделать? Только понимая, а что мы делаем для улучшения ситуации в области. Игорь Руденя поставил задачу обеспечить выполнение в 2023 году нацпроектов качественно и в установленные сроки. Глава региона особо отметил, при развитии территорий, активном строительстве жилья в городских районах важно предусматривать ввод необходимых социальных объектов.